всем привет подписчики канала гости заходящие на мою страницу вот такой вот погорелец у меня сегодня на ремонте радиоприемник в с индикатором настройки в спидола 232 вот но какая у нее неисправность дело в том что на вход этого радиоприемника куда должна подаваться 9 вольт постоянного напряжения кто-то подал с розетки 220 как мне объяснили подключили в розетку и там что-то взорвалось вышли из строя вот такие транзисторы не знаю я их найду не знаю нет gt-402 у меня в принципе такие транзисторы есть но нужно будет их конечно поискать посмотреть вот такой вот радиоприемник в принципе он так-то не в плохом состоянии видно что он даже был под пломбами ничего здесь не паяно вообще абсолютно никто ничего не крутил я первый можно сказать кто его разобрал вот отдали радиоприемник 83 год июнь то есть радиоприемнику уже 40 лет попробуем его реанимировать провода все вроде у нас на месте приведу в порядок корпус все почищу от мою думаю что все будет нормально сейчас это просто опознавательное видео вот на шкалачат здесь тоже плохо работает надо будет вереньерное устройство тоже посмотреть подкрутить вот и таким образом приступить к его ремонту больше здесь я вроде ничего не вижу такого страшного от видите да взорвалось все-таки 220 вольт и неизвестно чего они натворили здесь ну начнем конечно вот с поиска транзисторов радиоприемки здесь длинные средние волны у кого диапазона здесь нет судя по всему да да у кого диапазона здесь нет подсветка тембр вот такой радиоприемник конечно по поводу как будет проходить ремонт я буду снимать видео и соответственно может быть у кого-то такой же тоже есть радиоприемник в общем буду восстанавливать эту в спидово корпус кто-то ржавчим тут все убрать надо будет вот такой радиоприемник кстати мне всегда привлекали радиоприемники вот с этой вот световой индикации у которых применяется вот этот вот индикатор точные настройки именно светодиодах у меня есть ролик как я делал такой индикатор я его самодельный собирал ставил в радиоприемник в f202 и он кстати до сих пор отлично работает вы знаете когда вот в темноте они вот и перемегиваются очень приятно смотреть сейчас посмотрим как здесь будет работать я сначала перейду к поиску транзисторов вот потом нужно будет почистить вот эти вот ножевые переключатели диапазонные планки вот они дело в том что покрыты серебром советское время их покрывали серебром и специальной технической смазкой чтобы был надежный контакт но многие например зачищали эти контакты нулевочкой наждачной бумагой и со временем этот вот серебро стирался поэтому ни в коем случае эти контакты не протирайте наждачной бумагой вообще их нужно протирать только спиртом лучше всего из-за пропиленовым вот ну что приступим потихонечку к поискам неисправных деталей путешествие по схеме которые сейчас скачаю буду смотреть ну и соответственно буду вам рассказывать что и как здесь приступим потихонечку к ремонту ну вот нашел я несколько транзисторов германевых вот они бочонки вот эти вот 402 76 года но дело в том что все эти транзисторы оказались пробитыми а почему я их не выкинул дело в том что когда я учился на теле радиомеханика нам говорили что эти транзисторы скоро будут скупать даже неисправные потому что германии это довольно дорогой элемент в природе его обнаруживается слишком мало поэтому их будут принимать и за хорошую сумму поэтому я их и не выкидывал хотя у меня их вот большое количество этих транзисторов уже штук десять я наверное где-то нашел еще там вот лежат целая баночка всяких вот германевых транзисторов но я думаю что какой смысл их скупать особенно пробитые если там от кристалла наверное ничего уже просто-напросто не осталось я понимаю еще если транзистор рабочий там кристалл исправный но здесь то что я думаю что это бесполезно я их скорее всего выкину ну что ж транзисторы у меня уже есть здесь стояли вот по моему вот эти что ли четыреста вторые кстати проверять транзисторы прозванивать я предпочитаю вот таким прибором сэшкой мне уже ем просто-напросто привычно дело в том что германевые транзисторы они имеют утечку утечку между коллектором и эмиттером то есть там может быть небольшой допустимое сопротивление вот и обычный мультик он мультиметр обычный которым пользуюсь ну он может показать и ввести в заблуждение что транзистор неисправный поэтому я пользуюсь вот обычным мультиметром сейчас я покажу как я прозваниваю эти транзисторы покажу транзисторы исправные с утечкой если такие есть и они будут работать схеме в общем как проверяется германии транзисторы в общем берем прибор выставляем на нем измерение сопротивления причем вот замыкаем выставляем чтобы было вот ровно 25 тарелка у нас в принципе этот прибор нельзя так ставить он должен лежа можно и так все и чтобы при этом он не реагировал на ваши руки то есть видите он на руки не реагирует а реагирует вот на спротивление так берем транзистор и находим у него базу я обычно пользуюсь цоколевкой который записывал сам еще давно со справочников но сейчас можно найти и так и берем проверяем два электрода видим что ни один из них не звонится так это хорошо прозваниваем с другой стороны есть еще один электрод смотрим все как будто бы все нормально у нас да базу мы нашли то есть где у меня стоит вот сейчас данный момент красный щуп это база и относительно него звонится два других перехода два других у нас получается коллектор эмиттер прозваниваем коллектор эмиттер видите коллектор эмиттер у нас полностью пробит ни о какой утечке здесь не может идти речи мы меняем местами и то же самое видите то есть транзистор неисправный так ну давайте но эти то я думаю даже нет смысла смотреть которые здесь были видно и так что они тут взорвались так берем и следующий но всегда запоминайте относительно какого провода у вас звонил вот относительно красного или относительно черного вот эти вот 402 они вот относительно красного все прозванивается так прозваниваем нормальный переход тоже нормальный переход вот теперь звоним смотрим коллектор эмиттер опять опа все пробит меняем местами смотрим тоже все значит этот транзистор у нас неисправен берем следующий так я надеюсь все видно хорошо здесь пассировка если есть какие то вопросы задавайте там в комментариях я может быть что то мог не сказать вам так берем этот проверяем исправный другой переход смотрим тоже исправный ну а теперь коллектор эмиттер смотрим коллектор эмиттер видите ничего нет не прозванивается значит это все нормально у нас транзистор исправен смотрим следующий также проверяем с базы цоколевку запоминайте все исправно так смотрим теперь коллектор эмиттер при этом вы можете руками касаться электродов руки у вас не будут какого-либо оказывать влияние вот коллектор эмиттер если обратите внимание стрелка чуть чуть блин не могу показать вам так сейчас стрелка чуть чуть отклоняется на коллекторе эмиттере это не является тем что транзистор неисправен это и есть та самая утечка которая была в этих германиевых транзисторах ну в общем два транзистора я нашел сейчас буду их проверять впаивать схему ну что ж по германиевым транзисторам я думаю вам все рассказал думаю вопросов нет никаких если есть вопросы задавайте так ну вот транзисторы я поменял резистор сгоревший по схеме еще два резистора появился звук и усилитель работает индикатор тоже горит только он ни на что не влияет его надо будет настраивать так звук у нас есть ну в принципе схема уже на 50 процентов рабочие остается только искать плохие конденсаторы здесь возможно через них звук не проходит ну что ж будем дальше искать